здравствуйте друзья сегодня мы напишем зимний пейзаж он особенно будет хорош для тех кто боится цвета так что должно быть не страшно растительность дальнего плана обратите внимание как кисть обращена к холсту переднего плана ну или не куста мелкое дерево пушистое такое отражение в воде речка сначала просто притемним пятно прежде чем мы кладем желтость света сначала должна появиться розовость иначе желтый по озеленеет а в розовый он уходит он уходит не зеленее на воде поскольку вода имеет собственный оттенок и мы ей его преувеличиваем этот прорыв света имеет собственный цвет мазки по нарочитой горизонтали показывают идею воды идею колебаний на воде травки мазки по нарочитой горизонтали в течение года заснеженные, в изморозе, практически туда-обратным движением даю идею травок. Еще одно деревце появится у нас ближе, ближе к нам и создаст окончательно передний план. Это деревце упрется в потолок, в отличие от этого для композиционного разнообразия, оно у нас будет поскольку ближе всего самое темное. Чтобы проводить такие линии, заостряем кисть, вот она и так тоненькая, мы ее еще заостряем и очищаем от краски. Берем на самый кончик вещество и тащим на холст. Можно отдохнуть? Жесткое придавливание мастихина к холсту дает руке не дрожать и выставлять такие вот вполне горизонтальные линии. И, наконец, свет усилим. Свет должен стать самым светлым пятном, то есть источник света должен стать самым светлым пятном в картине. Чем он и стал благодаря чистым белилам. Больше чистых белил нигде нет. Ну, в общем-то, вот так закончилась эта картиночка. Нежненький маленький этюд. Вот так, для хорошего настроения и для тех, кто готов бояться цвета. Вот, смотрите, порезал, порезал и появилась отраженность. Порезал, появилась отраженность. Все, ребята, работайте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok